Добрый день всем! Мы сегодня встречаемся, говорите о недельном разделе «Вейгаз», который мы читали в прошлой субботу. И я хотела обратить ваше внимание на интересную вещь, которую при внимательном рассмотрении удивляет и требует, наверное, объяснения. У меня нет 100% хорошего объяснения, есть много разных, может быть, подходов, и я в этом смысле хотела бы вашего участия. Наша недельная глава начинается с того, как Иуда обращается к Юсефу и отписывает ему задним числом, что было. Он начинает свою речь с описания того, каким образом Юсеф потребовал от них привезти Бениамин. И я бы хотела сравнить вот эту речь Иуды с тем, как ранее на описание это описывало. Но сначала посмотрим, что у нас в нашем недельном разделе. Здесь вот глава, видите, да, 44. Давайте прочтем. И тот, кто помнит описание, я сначала хочу сделать небольшую как бы ректорину или обратиться к вашей памяти. Мы сейчас прочтем то, что Иуда рассказывает. Сначала попробуем на память сказать, чем отличается этот рассказ, от того рассказа, который мы читали просто в прошлом неделе в разделе «Микет», как все это происходило. И подошел Иуда к нему и сказал «Позволь, господин мой, сказать рабу твоему слово в уши господина моего. И да не возгорится гнев твой нарабатывай его, ибо ты тоже что порол». Ну, здесь еще нет самого рассказа. Он очень уважительно обращается к Юсефу. «Ты почти фараон, ты такой великий человек», предваряет свою речь словами восхваления, скажем так. Понятно, что он хочет в данном случае добиться чего-то от Юсефа этой речи, поэтому он подходит к нему с холением, скажем так. Это как бы логичный такой подход. Хотя мидраши иногда говорят и описывают это немного по-другому. Мидраши говорят, что Иуда там угрожал Юсефу, что вот если ты его не отпустишь, мы сейчас не произнесем весь Египет, как они когда-то с тем. Но откуда взялась такой мидраш, это можно потом подумать. «Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец и брат?» Мы сказали господину моему, есть у нас отец престарелый, маленький мальчик, рожденный на старости, брат его умер, а он остался один от матери твоей, и отец любит его. «И сказал ты рабам своим, ведите его ко мне, и я взгляну на него, посмотрю на него». «И мы сказали господину моему, не может тот раб оставить отца своего, и если он оставит отца своего, тот умрет. И ты сказал рабам твоим, если не сойдет меньший брат с вами, то не видать вам более лица моего. И было, когда мы взошли к твоему рабу, отцу моему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал наш отец, пойдите опять купите нам немного пищи. И мы сказали, не можем мы сойти, а если будет с нами меньше брат нас, то пойдем, потому что не можем видеть лица того человека, если меньше брат нас не с нами. «И сказал нам раб отец твой, раб твой отец мой, вы знаете, что двоих родила жена моя, и ушел один из меня, и я сказала, верно, он растерзан, и я не видела его до ныне, и если это возьмете от лица моего и случится с ним несчастье, то свидетельствуйте мою с горестью в преисподнюю. Теперь же, если я приду к рабу твоему, отцу моему, не будет с нами отрока с душой, у которой связана душа его, то когда он увидит, что отрока нет, то умрет и сведут рабы твои, с единого раба отца твоего, нашего с печалью преисподнюю». То есть он очень бьет на жалость. «Ты смотри, вот ты погубишь нашего отца». А теперь пусть раб твой останется вместо отрока рабом господина моего, то он предлагает себе, а отрока пусть войдет к братьям своим, ибо как я взойду оттуда моего, когда отрока нет со мной, и как бы не увидит мне бедствие, которое постигнет отца моего. Вопрос, кто помнит, кому-то что помешало. Так ли все происходило? По памяти кто-нибудь может сказать, какие отклонения? Ничего не оказалось не так? Ну ладно, тогда, если помним, давайте сделаем видимую вторую часть. Давайте прочтем, как это было. И вспомнил Юсеф сны, которые снились ему о них, это при встрече. И сказал он, «Вы саглядаты, вы пришли наготовить из земли». И они сказали ему, «Нет, господин мой, рабы твои пришли купить пищи. Мы все сыновья одного человека, мы честные, не бывали рабы твои саглядатами». Где здесь это? Чего подобного он не говорит? Почему? И спрашивает Юсеф, есть ли у вас отец и брат? В пересказе он спрашивает. Господин, он спрашивает у рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Тут он ничего такого не спрашивает. Он обвиняет их, что они разведчики, и вы, смотрите, пришли на землю. И они говорят, «Нет, нет, мы не разведчики, мы все братья». Они говорят, что они братья, просто чтобы подтвердить, что они не шпионы. И они сказали, «Нас рабов, то их двенадцать братьев». Он обвиняет, что они шпионы, а он говорит, «Нет, нет, мы известные люди, нас двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим одного не стало». Все это они рассказывают, как бы, без всякого вопроса о том. Здесь он спрашивает у них, «Есть у вас отец или брат?» И сказал мне сэф, «Это сам я и говорил вам, сказав, вы сеглядаты, этим будете испытаны жизнью поро, что вы не выйдете отсюда разве только, когда придет меньше брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет брата вашего, и вы будете задержаны». Есть это в пересказе? Нет? Никого он не задерживал, он просто их спросил. Думаю, если коротко сказать в пересказе, он их спросил, если у вас отец и брат, поинтересовался семьей, очень такой миленький был, вовсе не собирался их обвинять в шпионаже, и никого не задерживал. Нет, он не напоминает, что ты же нас задержал, помнишь, а потом освободил. Ничего такого я всех не вспоминаю. Испытаны будут слова ваши, правда у вас или нет. Говорите вы правду или нет, если привезет он, то есть привести брата для чего нужно, чтобы проверить, врут они или нет. В пересказе, ты хотел на него посмотреть. Да? Он говорил, да хотел, привезите я на него, я на него хочу посмотреть. Все, 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 картина совершенно другая. Трудно сказать вообще, что общего. Общего только то, что он просит у них привезти Бениамина. И взял их под стражу на три дня и сказал ему все в третий день, вот что сделайте и останетесь живы. Бога я боюсь. Если вы честны, то один брат из вас, пусть содержится в доме, один только останется, где вы под стражу, а вы пойдете, отвезите хлеб ради голода семейства ваших. Брата же вашего уменьшого, приведите ко мне. Тогда оправдаются слова ваши, и вы не умрете. Так они и сделали. И говорили они друг другу и так далее. Ну, это вопрос с раскаяниями. Точно мы виноваты из-за брата нашего, потому что мы видели страдания души его. Из-за этого нашло нас горе это. И ответил ему Ровен, говоря, ведь я говорю вам, не грешите против мальчика. Но вы не послушались. И вот крой его и взыскается. И они не знали, что всех понимали. И возразились к ним, и говорил с ними, и взял из них Шимона, и связал его перед глазами. Их точно связал. Или поместил под стражу. Неважно. Ничего нет. Ни о страже, ни о Шимоне, ничего. Совершенно разные рассказы. Правда? Угу. Как это объяснить? Ну, как бы Ягуда хочет скрыть все негативное в поведении Юсефа. Ну, потому что, как бы, исходя там переговоры, то есть нужно так никак не оскорбить, не обвинить его ни в чем. Выставить его хорошим человеком. Да, это очень логичное соображение. Действительно. Он хочет очень дипломатично себя вести. Он дипломат. Он сначала к нему обращается с уважением, максимальным, как ты, как и Паро. Ничего плохого. Все изображается совершенно не так, как это было. Он как бы не говорил ничего такого. Прошло некоторое время, прошел год, возможно, или полгода. Конкретная ситуация, может быть, там и забыл, что он не хочет напоминать ничего негативного. А вот мы сказали, что у нас есть брат. Почему сказали? Ну, наверное, ты спросил. То есть картина при этом совершенно другая. Ты такой добрый, ты такой хороший, ты поинтересовался нашей семьей. И мы вот сказали, что у нас есть брат. И ты очень захотел его увидеть. Как вообще ничего негативного. Ты такой замечательный, ты такой справедливый, ты такой хороший человек. И вот давайте в такой дружеской ноте будем дальше. Мы же не можем, ты же не можешь покупать нашего отца. Ты такой человек позитивный. Если, так сказать, тебе нужна какая-то выкупа, то я готова остаться. Степа, это да, действительно логично. Но при этом можно посмотреть на то, что очень похожая разница есть между двумя рассказами отцу. Ведь эта же история, она повторяется еще два раза. Она повторяется в перескате Игуды Якову. Вот смотрите, глава 42. И пришли к Якову отцу своему. Землю. Ой, хана. Я копирую. Извините. И рассказали ему все случившееся с ними. Говоря, человек, начальник той земли, говорил с нами суровости. Это как? Так, как было. Он говорил с ними сурово. Это там сказано так. В пересказе Тары, в пересказе Писания. И принял нас за соглядателем земли той. Все как было, да. И сказали ему, мы люди честные, мы не бывали соглядателем. У нас двенадцать братьев, сыновей отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом в нашем земле ханаатской. И сказал нам человек, начальник той земли, вот как я узнаю, что вы честны. Одного брата оставьте при мне, а вы возьмите хлеб ради семейства ваших и пойдите. Он здесь тоже сглаживает, да. Он мне рассказывает, что сначала всех арестовал. Ну, зачем лишнее, когда отец и без того переживает. То есть, он в принципе хочет, они хотят, чтобы отец отпустил меньшего брата, да. Чтобы они смогли пойти купить еще хлеб. И привезите меньшего брата вашего ко мне и узнаю, что вы не соглядателем, что вы честны. То есть, все как бы почти так, с небольшими сокращениями, как описывает Писание. Еще они опражняют мужские слова. Ну, да, это можно перескочить. И вот, и сказал Яков отец их, вы лишили меня детей. Йосефа нет, и Шимона нет, и Бениамина заберете все это на меня. Ну, и дальше про Руэна. И про то, что Яков не согласен отпустить Бениамина. Проходит некоторое время, голод усилился на земле. И было, когда они уже съели весь хлеб, который привезли из Египта. То есть, достаточно время прошло. Тогда сказал им отец, пойдите опять купите немного пищи. И сказал ему Иуда, говоря, предостерег нас человек тот, сказав, не видать вам лица моего без брата вашего с вами. Этого не было в перескаде Писания. Это точно то же самое, что Иуда говорит Йосефу, когда он туда приходит. Ты нам сказал не увидеть вам моего лица, если вы не придете брата. Если ты посылаешь брата нашего с нами, то сойдем и купим тебе пищу. А если ты не посылаешь, то не сойдем. Ибо тот человек сказал нам не видать вам лица моего без брата вашего с вами. И так далее. А, да, не так далее. И сказал Израиль, зачем вы сделали от меня зло, сказав тому человеку, что у вас еще есть брат. То есть, в перескаде Писания, почему они это сказали? Чтобы доказать, что они не шпионы. И также они ему объясняли в прошлый раз. В этот раз они говорят так. И они сказали, расспрашивал тот человек о нас, о родстве нашем. Говорят, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Ну, мы этого ничего не видели, да? Это только в пересказе Ихуды. То есть, то ли за это время как-то рассказ изменился, то ли… Тут есть два каких-то разных рассказа. И мы рассказали ему об этом словам. Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата своего? И дальше Ихудар учается собрать. То есть, тут довольно странная история совершенно. На первый взгляд, есть совершенно… То есть, очень… Может быть, были бы рады… Или, может быть, я действительно не очень этим занимаюсь. То есть, критика библейская вполне могла бы сказать, что здесь просто две разные версии рассказа. И этот редактор взял и соединил таким странным образом две версии. Потому что версии совершенно разные. В одном он такой суровый правитель обвиняет их в том, что они шпионы, требует доказательств, что они не шпионы. Для этого приведите мне обвинение. В другом он такой милый человек. Поинтересовался их семьей. Поинтересовался их братом. Очень захотел увидеть брата. И он захотел, чтобы они его привели. В следующий раз, когда придете, обязательно приведите своего брата. Очень хочу на него посмотреть, иначе вы меня просто не увидите. Есть гармонизирующая версия этих двух историй. Которая говорит, что, на самом деле, мы не знаем всего, что там происходило, разговоров. Это, например, Раф Саммин так описывает. Мы не знаем, говорит он, что там происходило между… Ведь были еще какие-то разговоры. Ведь его сэр посадил их на три дня. Он хотел, видимо, думал, что они сломаются. И действительно кто-то пойдет, приведет Бениамин. Почему? Отчего? Хотел ли он, чтобы ситуационно реализовался более полно? Или у него какие-то другие еще мысли? Он просто хотел забрать оттуда Бениамина, потому что боялся. Есть миллион вариантов, что именно… Есть много разных комментариев о поведении Иосифа. На самом деле, Писание не говорит нам открыто, какое было намерение Иосифа, зачем он все это делает. В любом случае, это рассказ о раскаянии братьев. О раскаянии, может быть, самого Иосифа. Но мотивы поведения Иосифа нам не раскрыты. Поэтому есть много разных комментариев, которые совершенно по-разному описывают его мотивы. Ну, короче, когда он их арестовал, он мог с ними разговаривать. Он в конечном итоге переменил свое мнение и решил их отпустить всех, кроме одного. Потому что он увидел, что они не ломаются. Но Пердитя мог с ним беседовать. И вот эти слова, которые цитирует Ихуда, он мог им тогда сказать… Не увидите моего лица, если не приведете брата. Я хочу посмотреть на вашего брата. Этим, может быть, он им дополнительно объяснял, почему он так укрямится, почему он хочет, чтобы они привели брата. Потому что он отпустил их, он уже как бы не подозревает в том, что они шпионы. Как-то эта тема, она вначале возникла, а потом она, может быть, немножко не так явно вырисовывается. Во всяком случае, с точки зрения Рава-саммита, вполне возможно, чтобы там были еще дополнительные разговоры, которые, собственно, на которые опирается Ихуда, когда говорит свою речь эту, и когда он эти же слова говорит своему отцу. Тем не менее, возможно, что Писание нарочно здесь создает два различных астраза, чтобы у нас были два различных картины поведения Юсефа. В одной ситуации это поведение очень жесткое, когда он действительно их обвиняет, и, по некоторым мнениям, действительно он хотел их наказать. не только заставить раскаяться, но наказать за то, что они продали его в рабство. И он сознательно хочет создать такую похожую ситуацию, уже которая от них не зависит, не по их вине, когда снова получается, что по вине братьев младший брат оказывается в рабстве. то есть заставить их снова пережить уже, как сказать, в данном случае против их воли то же самое тяжелое переживание, когда младший брат попадает в рабство. Но это необязательный комментарий. Мы можем видеть картину, вот вторую картину, когда на самом деле, в которой Юсеф предстает вовсе не жестким человеком, а человеком нягким, который действительно хочет вымыть Бениамина, хочет его увидеть, и там он просто спрашивает, есть ли у вас отец, жив ли он, как он, есть ли у вас брат, приведите его ко мне. И это диаметрально противоположные как бы картины, совершенно разные. Но, может быть, Писание нарочно описывает нам одну и ту же ситуацию двумя совершенно разными картинами. Потому что в жизни очень часто так и бывает, что ситуация всегда неоднозначна. Человек, с одной стороны, это одно не претворечит другому. Он может быть и таким, и таким одновременно. Ну, на этом я остановлюсь. Окей. Кто-то хочет что-то добавить, вопросы? Господа и дамы. Ну, спасибо за внимание тогда. Я хочу сказать, что тут есть просто некоторое оправдание, которые как бы связаны с этикетом, может быть, в каком-то смысле. То есть не будет же Еруда говорить ему, что ты на нас там накричал и спрашивался. Он с ним говорит культурно, красиво. Это то, что Андрей сказал в начале, конечно. Остальное все, то, что он это все обратил, это понятно, что он не может повторять то же самое, как это было, в общем-то, в разговоре с Иосифом. Вот понятно. Здесь как бы две линии совмещаются сразу. То есть, с одной стороны, он их обвиняет в том, что они разведчики. Им приходится оправдываться, что разведчики... Почему они не могут разведчики? Потому что они одна семья. Обычно, если разведчиков посылают, то от разных... Ну, понятно. Совершенно верно. Из разных колен, да. То есть, чтобы не было как бы какого-нибудь сговора там такого вот. А то, как это чисто технический момент, то есть, как именно этот разговор произошел. И понятно, что Еруда говорит с ним красиво. Это разные ситуации. То есть, одно дело, когда он их встречает и он их сурово принимает. Другое дело, как перед примирением. То есть, композиционные и этические такие моменты есть, которые, так сказать, приспособлены к тому, чтобы это все лучше выглядело, лучше понималось. Ну, конечно. То же самое, в принципе, в объяснении Рава Сама-то оно так и звучит. Там все фразы, на самом деле, которые приводил Егуда по его объяснению, они были сказаны, просто писание их не приводит, они были сказаны в другой какой-то момент времени в их общении. То есть, по его объяснениям, Игуда ничего не выдумывает вообще, ничего не изменяет. Он просто ссылается на те фразы и те слова, которые Юсеф сказал в другой момент времени, который просто не описан, не рассказан. В этом смысле, конечно, можно так комментировать абсолютно. И понятно, что тогда он обращается к Юсефу, он хочет сказать это мягко, дипломатично, совершенно право. И можно тоже самое сказать, в принципе, и про то, когда он говорит это отцу. То есть, в первый раз он рассказывал, в первом рассказе ситуация была гораздо более серьезная, он нас так назвал разведчиками, и вообще в такой ситуации опасно снова туда спускаться. А во второй ситуации они тоже хотят сгладить все, скажем так, изобразить все гораздо менее опасно, менее страшно, потому что есть необходимость спускаться и перевезти хлеб. Конечно, можно так объяснить, я не возражаю, но мне нужна ситуация, и показать, что в ней есть два разных взгляда, две разных координаты, два разных понимания человека. Или, может быть, в одном человеке существуют две разные мотивации, скажем так. Вот, да? Все это, вот, ситуация совершенно уже другая, конечно, то есть, тут как бы другой язык немножко, да, понятно. Спасибо. Окей. Хорошо, тогда, да, да, может быть, мы плавно перейдем ко второму сообщению. А вообще, как бы, у нас программа такая, что у нас, ну, сейчас, как бы, будет мое выступление, грубо говоря, а потом у нас, как бы, по плану есть некоторое общее обсуждение. Народ постепенно нас оставляет, я надеюсь, что, как бы, к общему обсуждению народ все-таки останется, чтобы было с кем обсуждать. Окей, ну, хорошо. Хорошо, итак... По-моему, никто не остался. Хорошо, или нет, я просто у меня тут отслеживание по участникам, но неважно, все хорошо, все замечательно. Итак. Может быть, кто-то ушел. Окей, да. Ну, что покороче, тогда останется время, тогда не убегу. Что, 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 что? Я говорю, чтобы не затягивать, чтобы осталось время для обсуждения. Нет проблем, постараемся побыстрее. Итак, вот второе, как бы, наше сообщение, оно заглавлено, во-первых, я иду, как бы, по комментарию Ханана Парата, который называется «Мят Минаор». Я перевел, как бы, «Крут пиццы света». Идея в том, что немного света разгоняет много тьмы. Окей. Значит, название этой статьи такое, это часть из стиха из Таилим, называется «Мет Амкум их Шаватейха». Очень глубинные твои замыслы. Имеется в виду, что замыслы Всевышнего, они глубоки и, как бы, далеки до постижения. Ну, вот в этом, как бы, идея. И это то, что мы постараемся сегодня посмотреть. Значит, так же, как вот Нехама говорил о нескольких пластах, я тоже хочу представить вам точку зрения Ханана Парата, который рассматривает вот разные слои, конкретно три мы сейчас перечислим, и пытается, как бы, понять, каким образом они взаимодействуют друг с другом и насколько мы можем, как бы, построить некоторую модель понимания. Да, вообще, как бы, желательно построить, чтобы мы, как бы, взаимодействовали, того, что я там спрашиваю, а кто знает, как бы, отвечает. И тогда мы вместе продвигаемся. Ну, вот он, как бы, Ханан Парат начинает и говорит, что вот эту всю насыщенную дикими эмоциями, событиями, совершенно драматическую, как бы, историю взаимоотношений Иосифа с братьями, да, ее можно разделить на три слоя. Как бы, три слоя понятийных, три слоя не на уровне отличий, вот как описывала Нехама в поведенческом, а на три слоя понятийным, каким образом можно рассматривать вот эти цепочки событий с точки зрения разной высоты подхода, скажем, да. Ну, вот хорошо, кто-то из вас может предложить, какие, скажем, три или какой один из трех слоев вот этих взаимоотношений братья Иосифа с братьями можно предположить. Это был вопрос. Кто-то хочет сказать? Алло, публика. Ну, хорошо, если народ молчит, тогда продолжим дальше. Значит, какая идея? Идея такая, что, ну, как бы, более-менее очевидно, что выглядывают три уровня. Первый уровень, как бы, самый простой, можно сказать, и человеческий, это вот та человеческая драма, которая разыгрывается перед нами. Весь свах, вся, как бы, запутанность взаимоотношений между Иосифами и братьями. То есть, как бы, ну, вот, если можно так сказать, внешняя сторона событийная. Все вот эти эмоциональные переживания, которые связаны, как бы, с его, начиная с его снов, с ненависти братьев, с желанием его убить, потом продать, а потом они спускаются к нему. Он начинает как-то странно себя вести, в общем, для того, чтобы как-то, видимо, вернуть их, чтобы они сделали дживу или как-то раскаялись. Вот эти все сложные взаимоотношения. Вот это первый слой, первый слой. Это слой человеческий, драматический, да? Можно разделить второй слой. Второй слой, он, как бы, открывается самим Иосифом, когда он признается братьям, и он им говорит, что вы не должны, когда они, как бы, испугались, понимая, что перед ними, как бы, Иосиф, и он может их наказать и так дальше, да, он им говорит, что для пропитания послал меня Господь перед вами. То есть он, как бы, им объясняет, говорит, что выше наших взаимоотношений есть еще один слой. Это слой, как бы, управления Всевышним, который, как бы, руководит происхождением вот этими всеми событиями. Для чего? Для того, чтобы, ну, вот, для того, чтобы подготовить почву, для того, чтобы спасти, как бы, всю семью от голода. Это, как бы, второй, второй слой, да? То есть для пропитания. Но при этом надо понимать, ну, и, как бы, у нас у всех, как бы, в ушах это звучит, правильно? Еще третий слой. Какой третий слой? Третий слой – это знаменитый слой, как бы, знаменитые события, то, что наиврительно называется Бритбен Аптарин, либо Заветно с разъищенными половинами. Да, вы помните, когда Всевышний показал Аврааму, среди прочего, как бы, раскрыл перед ним некоторое будущее, что будет с его потомками. И там, как бы, фраза, которая, ну, как бы, у всех у нас звучит в ушах. В скобках скажу, интересно, насколько, как бы, помнили и знали герои, как бы, вот, нашей этой истории, да? Насколько они знали об этой фразе. Как эта фраза, да? Наиврите-то звучит так. И знай ты, что пришельцами будет потомство твое, имеется в виду Авраама, в земле не их. И порбатят их, и будут их, как бы, мучить в течение 400 лет. Вот это Бритбен Аптарин. То есть, получается, да? Мы видим, как бы, глубокий замысел. Общая идея которого, можно сказать, общий проект божественный заключается в том, чтобы превратить семью Якова, превратить зарождающуюся нацию. Через что? Я извиняюсь. Тут не совсем так. Я извиняюсь. Мне кажется, что они не знали, что именно Яков реализует этот план. То есть, Яков жил себе, жил, как бы, он знал, что будет такое, но то, что именно он должен это сделать. Окей. Я согласен с вами. Это мой вопрос был в скобках. Она, правда, не пишет. Знали ли они про это, спускаясь в Египет? Да, то есть, вообще, бывает такое, что в семье где-то, я не знаю, там, проклятие, либо что-то вот такое есть, что передается из одного поколения в другое. То есть, там, отец передает сыну и говорит, вот ты знаешь, над нами там вот такой вот рок, вот что-то. Вот нигде этого не сказано. Они передавали один другому. Яков передал это своим сыновьям. Он им сказал, то есть, когда они спускались в Египте, у них было ощущение, что, возможно, вот это осуществление того плана. Но Ханампарат про это не говорит. Окей, поэтому это было мое добавление. Можно к этому не соотноситься. Но мы видим. То есть, мы, мы, когда мы, как бы, бодиават, а после осмотрим на происходящее событие, мы можем увидеть, и мы понимаем, что вот третий слой, третий слой, это осуществление проекта Всевышнего. А именно становление, как бы, еврейской нации из семьи Якова через спуск в Египет и через вот эти все коллизии их взаимоотношений, которые мы сейчас рассмотрим дальше. Да? И это, кстати, тоже вот то, что сейчас сказал Эмиль. Интересно, что Всевышний перед спуском Якова в Египет, он перед ним появляется. И он ему говорит. Аль-Тира, мир-эдет-мицра, ми, аль-Тира, мир-да-мицраима, килой-гой-гадой, асимэ-хэ-шам. Не бойся спускаться в Египет, потому что великим народом сделаю тебя. И это тоже звучит, как некоторый референд, скажем, к тому, что было сказано Аврааму. Как бы идея такая же, да? Теперь дальше. Но возникает как бы общий вопрос. Если, вот мы сейчас раскрыли как бы всю эту диспозицию, да, то, говоря от имени братьев, у них вполне могло быть алиби, они могли бы сказать, поскольку есть замысел Всевышнего, да, то мы марионетки в его руках. То есть вопрос заключается вот в чем. Осуществление божественного плана снимает ли оно с братьев вину или обвинение в тех действиях, которые они делали по отношению к Иосифу? Намеребаясь его сначала убить, но потом они его как бы продали и так дальше. То есть есть и есть некоторый божественный план, в котором уже Аврааму было сказано. Ну а при чем тогда братья? Значит, мы говорим, нет, они не марионетки. Вот сейчас как бы вся эта статья, это, не знаю, как некоторый, как бы такой холон окно для того, чтобы пытаться понять, скажем так, на уровне еврейского мировоззрения и еврейской там жизненной философии, каким образом можно хотя бы представить для себя решение вот таких как бы глубоких проблем. То есть с одной стороны, как бы вот предначертание, божественный план с одной стороны, а с другой стороны реальные действия людей. Окей? Хорошо, продвигаемся дальше. Итак, вот Ханан Парад приводит буквально на эту тему очень интересное высказывание Рамбама в Илхотшува, то есть законах, связанных с Чувой, с раскаянием, с возвращением. Потрясающая вещь, вот послушайте, я читаю на иврите, перевожу на иврит, потому что, как бы, ну, не знаю, для тех, кто знает иврит, ну, и, как бы, может быть, не слышал или не знает наизусть эти фразы, мне кажется, очень важно, как бы, понять, как они звучат, потому что они звучат такие очень, как перевертыши, они звучат очень, как афоризмы, скажем так, да? Окей, итак, что пишет Рамбам? Пишет, то есть выбор дан каждому человеку, двоеточие. Если он хочет, как бы, направить себя в сторону хорошей дороги, правильных действий и быть праведником, Аршуд Баядо ему не препятствует. Аршуд Баядо, это означает, что, как бы, у него есть ишур, у него есть разрешение свыше-то, свыше осуществить это, что это хорошее дело, и быть праведником. Окей, ну, а что дальше? А дальше? Вторая составная. Вымраца лаа тот от смола дэра храаб или йот раша, Аршуд Баядо. А если он хочет склонить себя к дороге плохой, то есть плохим действием, и быть злодеем, опять Аршуд Баядо. И опять написано, что он волен это делать. Это то, что пишет Рамбам. Вот как это, да, сочетается с божественным провидением, это вопрос. Мы попытаемся сейчас ответить на этот вопрос. Да? Окей? Ну, получается, каким образом можно прийти как-то сопоставить вот эти два подхода, или вот это противоречие, которое мы видим. С одной стороны, есть божественное провидение, а с другой стороны, есть свободный выбор. Каким образом может быть свободный выбор, если есть уже предначертание, которое исполняется, да? Тогда Ханан Парад, он делает такой как бы логический ход. Он говорит, тогда можно себе представить, что божественное управление действительно устанавливает с полной как бы ясностью, очевидностью окончательный результат. Ну вот, дорога, по которой достигается эта задача, они могут быть разные. И каким образом, по какой дороге пойдет или по какому сценарию будут развиваться события, вот это осуществляется путем свободного выбора. Вот как бы, вот это такой выход из этого положения, да? Окей? Но тогда получается, что в свете как раз вот этого достаточно странные слова Йосефа, который говорит своим братьям. И тогда не вы меня посылали, а Господь, Всевышний. Тогда получается, что если по словам Йосефа, если мы с одной стороны предполагаем, что божественный план не подразумевал продажу Йосефа и все неприглядные действия, которые делали Йосеф, которые сделали братья Йосефа. А зачем тогда Йосеф снимает с них вот это обвинение? Зачем он снимает с них эту вину? Тогда говорит такую штуку. Вот приводит очень интересную цитату Авраам Кариф. Для тех, кто не знает, Авраам Кариф, в свое время в издательстве «Амана», там где я работал, мы выпускали очень интересную книгу, сборник статьи Авраама Карифа, которая называлась «Семь столпов Танаха», он стоит в интернете, по-моему, до сих пор. Тех, кто хочет, я могу дать линк. Но я читаю пока Авраам Кариф. Известный израильский писатель Исист отставил, защищал еврейское местечко, противовес писателям-просветителям, выносившим ему вименительный приговор. Но это нам менее как бы важно. Во всяком случае, это современный израильский писатель Исист. Вот он пишет очень интересную вещь как раз по поводу наших событий. Он рассматривает, просто сейчас как бы предваряя. Его ответ такой. Может быть, он не 100% нас удовлетворяет, что не дает прямой ответ на эту формулировку, но тем не менее. Он говорит, что перед нами происходят события, в которых как бы с одной стороны есть хитросплетение человеческих судей взаимоотношений Юсефа с братьями, но на этом фоне происходит, можно сказать, мевзаки. Мевзаки – это вспышки. Вот эти вспышки божественного вмешательства. И вот это вот все вместе, все вместе, это создает некоторый такой конгломерат, который разворачивается перед нашими глазами. И вот что пишет Авраам Кариб, на мой взгляд, очень интересно. Он пишет Ашгаха, то есть божественное провидение, использует в жизни людей для своих целей и для своих предназначений. И она добавляет, как бы по своему желанию, добавляет необходимые звенья. То есть, как бы, как я это понимаю, да, есть некоторый божественный план. И когда, как бы, люди по собственному выбору, они, вот, например, дорога, по которой они выбрали, они идут так и так, для того, чтобы осуществился божественный план, есть некоторая, как бы, Ашгаха, которых чуток, так скажем, подталкивает либо в одну сторону, либо в другую сторону. Ну, я так грубо говорю, да, для того, для того, чтобы божественный план осуществился в правильном направлении. Например, объясняет, вот Кутон от Пасим, то есть те разноцветные одежды, да, красивые, которые Яков дал Йосефу, выделяя его среди других братьев. Это было началом ненависти к нему, да. Вот эта одежда. С другой стороны, вся история с продажей. Поведение жены Патифера и другие подобные, да. Это совершенно очевидно, что это он пишет Моасея Деедам. Это совершенно очевидно, что это поступки человеческие. А с другой стороны, если мы смотрим, да, такие явления, как сны Йосефа, сны сановника фараона, да, вот виночерпия и ответственного за хлеба, да, и фараона самого, годы голода в Египте и так дальше, понятно, что эти события, они по формату, они находятся в руках людей. Они находятся в руках Всевышнего. Но они вместе, и те, и другие, они все вместе создают вот эту общую направленность движения для осуществления задачи божественного проведения, да. И тогда в свете этого мы можем понять, попытаться понять слова Йосефа, который объясняет братьям их поведение, не снимая с них вину, а как бы объясняя им, что вот их историю, их взаимоотношения, его с братьями было явное божественное вмешательство. И что в данном случае, как бы Всевышний выбрал не только вот это осуществление этого плана, про которым он сказал Аврааму, и о котором он говорит тоже Якову, но он выбрал также и путь, каким образом он должен осуществляться. А какой путь? Вот путь всей вот этой вот истории ненависти братьев Йосефу, потом Чуву, которую они делают, и так дальше, их раскаяния. Что этот вот этот путь, он тоже был выбран Всевышним, и поэтому, поэтому братья, не знаю, в какой-то степени могут меньше задумываться или брать на себя ту вину, которую они делали. Почему? Потому что это часть некоторого большого грандиозного плана. Теперь дальше. Вот тут очень интересная штука есть. Он пишет, что и получается, то он называется бы Мевхана ТОЦА, то есть окончательный результат резюме, осуществляется тот важный принцип, который сказали мудрецы. Сейчас я попрошу Нехаму помочь, может быть, это понять, перевести. А принцип он такой. Он тоже выглядит, как некоторый афоризм, да? Звучит это так. Сейчас, секундочку. Мегалгелин схуд аль едей закай. Ну, что, понятно? Ну, как бы по-русски, по-русски. Я вообще бы сказал... Когда человеку представляется возможность сделать какое-то доброе дело, то есть как бы у высшего управления есть выбор, кому дать возможность это делать доброе сделать. Если он закайп, то есть у него есть заслуги, то ему предоставляют еще возможность сделать какое-то доброе И наоборот. Когда представляется возможность сделать согрешитель, или сделать плохое, то тот, кто грешник, тому дает больше возможности грешить. Да, вот это, смотрите, это... Еще есть такое выражение по пути, которое человек идет, так его и ведут. В общем, это похоже. Вот, смотрите, это выглядит очень так афористично, да? Я бы сказал, вот мне пришло в голову, но выглядит, что она, конечно, может быть банально и, ну, как бы даже некоторым опошли, но тем не менее. Вот по-русски есть такая поговорка, как веревочки не виться. Вот что-то есть в этом такое, да? То есть, как веревочки не виться, но пазл все равно сложится вот таким образом. Вот я нашел интересное объяснение в интернете, да? Хочу вам прочитать, мне оно понравилось. То, что сказал Нехамон, и вредит звучит так. То есть, получается, что мегалгелим схут, то есть, дают возможность, как бы, произвести хорошие дела с помощью хорошего человека, да, там, праведника, а наоборот, осуществление каких-то плохих дел, да, с помощью неправедника либо злодея, да? Что получается? Ну, как бы, смысл такой, что если есть схут, то есть, есть возможность для осуществления какого-то хорошего дела, то обязательно найдется, как бы, хороший человек-праведник, которому, ну, придет в его руку, то есть, ему будет способствовать тем, что это будет выполнено. Как будто, а, как бы, с точки зрения внешнего будет ощущение, что это он сделал. Хотя на самом деле это, как бы, на самом деле, да, это не он сделал, а так бы, как Ашгаха сделала, так, разыграло весь этот сценарий, да, что получилось, как будто вот он так сделал. Хотя на самом деле это должно было произойти, и поэтому это произошло, как бы, его руками. Теперь дальше. Ну, и наоборот, с другой стороны, то же самое. Если вы не ешь хова, значит, хова. Хова наоборот. Если должно произойти что-то обезующее, в смысле, что-то плохое, по-видимому, да? Да, и, например, как человек, который должен упасть, либо в физическом смысле, либо в моральном смысле, да, тогда приглашают кого-то. Мы измени Мишу Хаяф, тогда приглашают кого-то, да, выставляют на сцену. Который Хаяф? Который, ну, по-видимому, отличается от праведника, наоборот, в другую сторону. И его руками осуществляют, осуществляют вот это действие, которое приводит к нехорошим результатам. И вот это, вот это, по-видимому, это как раз очень может объяснить нам ситуацию Йосефа и его братьям. Вот в такой очень короткой фразе, да? Мегалгелим сход аль еды закай. То есть Йосеф был выставлен на сцену для того, чтобы осуществить свое время. А братья, братья, да, они были выставлены в свое время на сцену для того, чтобы осуществить нехорошее. Но опять же, это, вот, как я понимаю, это не снимает, как бы, ответственности с них. Почему? Потому что их натия, как бы, их расположение было сделать это плохое. И поэтому им дали осуществить это плохое, потому что это была часть общего плана. Точно так же, как в отношении Йосефа. Вот мне понравилось, ну не то, что понравилось объяснение, мне кажется, как бы, оно настоящим, да? Теперь вот последний, как бы, кэто, последний параграф, который я хотел, который приводит Ханан Парад, он практически всегда кончает свои статьи, как человек Эра Цисраэль, да, как человек, который пишет комментарий, который называется комментарий Эра Цисраэль, да, он приводит, как бы, это, вставляет какую-то актуалью нашего. Ну вот, здесь, наверное, есть люди, которые живут в Израиле, да, или, там, знакомы с ивритом, ну вот я бросаю просто в аудиторию вопрос на засыпку. Что такое бакум? Каждый человек, живущий в Израиле и, как бы, имеющий, либо имевший детей в призывном возрасте, он наверняка знает это слово-сочетание. Что такое бакум? Тишина в зале. Господа, у вас тут дети вообще в армию призывались, нет? Бакум, басис какой-то там, как это расшифровывается? Бакум, я думаю, смотри, басис, правильно, клита. И миюн, я думаю, басис, клита. У миюн, наверное, так. То есть, это то место, куда приходят призывники, скажите мне, как это называется в России, да, куда приходятся призывники, и там идет, их клитуют, то, что называют, абсорбируют, как репатриантов, только это солдат. Одежду выдают, прививки там какие-то делают, осмотры, то, сего, пятое, десятое, да, и делают предварительный миюн, ты пойдешь туда, ты пойдешь туда, ты пойдешь. Называется бакум. Хорошо, а при чем здесь сейчас бакум и Йосеф, да? Он скрывает такую штуку, что божественный план, заключался в том, что вся история Йосефа с братьями – это получение некоторой прививки. То есть, для того, чтобы получить как бы вакцину, это тоже вот очень интересно связано, да, с нашей сегодняшней ситуацией, там, корона и пятое-десятое, да? У них была болезнь, у братьев. Болезнь – это болезнь ненависти, да, ссор, неприязнь к друг другу, отторжение, да? Они должны были получить прививку антиненависти, которая, да, на ювелите это называется «арвут-ададит». «Арвут» по-русски, ну я вот напрягся, это, наверное, перевести правильно называется «поручительство». Вот «арвут-ададит» – это обоюдное поручительство. Вот это именно то, как бы, анти, что было впрыснуто Йосефу и его, в основном, братьям с помощью Йосефа для того, чтобы перебороть вот ту болезнь, которая у них была, ту эпидемию, и, по-видимому, да, без вот этой вакцины, без этого бакуума, евреи не смогли бы выстоять ни в галуке египетским, ни, пишет Ханан Парад, ни во всех дальнейших последующих галует, во всех других изгнаниях. Вот эта вакцина, которую получил, я не знаю, скажите, в генетическом коде евреи из истории с Йосефом и братьем, это то, что помогло евреям выстоять в египетском галуке и в остальных галует, да, и заканчивает Ханан Парад опять такой же фразой, которую мы начали. Насколько великие дела или деяния Твои Всевышние, насколько глубокие Твои замыслы. Ну вот, как бы, это тот срез, который, как бы, я хотел рассказать. Окей? Если есть вопросы, потому что я рассказал, пожалуйста, задавайте, а если нет, тогда мы можем перейти к третьей части нашего обсуждения. Тут интересные, получается, моменты. Пожалуйста, пожалуйста. Да, Григорь. Значит, в принципе, мы можем проследить, когда эту прививку получали братья. Ну, во-первых, в течение того времени, когда они думали, что Иосиф мертв, так сказать, переживали все это дело. Потом те испытания, которым он их подверг, понятно, так сказать, а вот в какой момент Иосиф получил прививку? Вот вопрос интересный. Мария, мы говорили немножко про это, например, ну, если так можно сказать, болтливость Иосифа о том, что он вызывал на себя гнев братьев тем, что он, в общем, не очень корректно себя вел, да, как бы выставляя себя, позиционируя себя как любимчика и так дальше. Это с одной стороны. А вот с другой стороны, то, что он там 20, не помню, 21 или 22 года, он молчал, ничего не говорил отцу, но принадлежал себе как бы некоторый какой-то обет молчания. И это, может быть, это против как бы его, но опять, я говорю, как бы болтливости, которая у него была, которая у него все время из него как бы перла, все время рассказывать, все время себя позиционировать, как нечто стоящее над ними. Ну, он что-то типа этого. То есть ты считаешь, что в тот момент, когда он их первый раз увидел в качестве министра, братьев Саллих, в этот момент у него уже к ним ненависти не было. Это были испытания, так сказать, но он уже избавился, да? Ну, смотри, мы же как бы знаем, но вот сценарий, как бы сюжетную часть, когда Юсеф просто не может сдержать своих эмоций, он рыдает у Бениамина, рыдает при братьях, раскрывается им, как бы показывает, что он обрезан и говорит, я вот тот самый Юсеф, но по видеому да. Понимаешь, ну вот как бы вот эти вот три слоя, про которые мы говорили, мне кажется, мне кажется, что стоит как бы предположить, что Юсеф где-то, где-то, он тоже, наверное, все-таки понимает, что вот вся эта вот история с братьями, верхний слой вот этот их ненависти, который вполне понятен, это чисто как бы семейная драма и история, под ним стоит что-то другое. Может быть, это ощущение Галута, это ощущение того, что ситуация должна измениться. Понимаешь, я слышал когда такой комментарий, что вообще, ну как бы, почему они ненавидели Юсефа не только из-за одежды, одежда это как бы внешняя штука была, Юсеф все время тыкал к тому, что говорил, жизнь изменится, жизнь изменится, жизнь изменится таким образом, что мы существенно поменяем все условия нашего существования. Они не хотели этого слушать. Они не хотели этого слушать. Они как бы считали, верили, хотели верить, что так как они живут, так это будет дальше продолжаться. А он как их, тоже называется, дербе, но он их все время как бы колол и говорил, нет, ситуация изменится, все изменится, вы не представляете, что будет. И так дальше. Ну вот как-то вот так, понимаешь. То есть, по-видимому, он больше них, то есть вот эти вот, наверное, его возможность, да, то, что он там сны и все прочее, это можно, мне представляется, что у него было некоторое предчувствие такое, что ситуация кардинально изменится. Я-то просто видел немножко по-другому. Мне казалось, что весь период, пока Иосиф был в Египте и пока туда не пришли его братья, он находился примерно на одном уровне, он по-прежнему продолжал к ним относиться очень плохо. Когда он их видит первый раз пришедшими, то, как сказать, это ненависть и обиды у него есть, она просто начинает проходить по мере дальнейших событий, дальнейших переговоров про Бенгемина, там, вернитесь, придите снова, там, испытания, и только через несколько шагов, действительно, вот когда он к ним бросается на шею, вот, с плачем, вот к этому моменту он получает эту прививку, и к этому моменту он действительно понимает, что случился божественный план, а до этого не понимал. Может быть, так. Смотри, он же говорит им, да, фразу, вы как бы, вы не должны как бы расстраиваться и брать не себя, потому что не вы, а это Господь послал меня. Ну, то есть, я думаю, что просто как любой человек, который как бы находится на высших эшелонах власти, да, и стоит гораздо выше, чем братья, которые, грубо говоря, пришли просто, ну, купить какой-то охаль, там, еду и все прочее, понимаешь? И Иосиф, который правитель, который вообще, понимаешь, политический деятель, вы там вообще, понимаешь, на международной арене и пятое-десятое. То есть, наверняка он уже где-то понимал, что вся эта история, это все же гораздо дальше от этих, от того, что он там рассказывал, они его не любили, потому что, как бы, они ему завидовали и все. Это совершенно другой, как бы, размер, совершенно другие планетарные вещи. Мне кажется, да. Я просто хочу напомнить, Григорий, что в самом начале, мы сегодня это считали как раз, что он вспомнил сны свои. То есть, это явно, как бы, он, когда увидел перед собой братья, что он увидел что-то, неважно, есть разные подходы к тому, реально он хотел действительно довести до того, что прямо сны его исполнились. Это по-разному, я считаю, почему он так себя был. Но то, что он в этот момент увидел перспективу, это понятно. И то, что я хотела сказать, что сегодня, что можно увидеть это под разными углами зрения, да, с какой целью он, какие намерения у него есть в отношении братьев, и, может быть, он еще сам до конца не определился в этом отношении, действительно. Такое впечатление, что в какой-то момент он меняется, да, потому что вдруг он не мог сдержаться и открылся братья. Он бы вроде собирался еще и дальше так себя вести, не открываться. То есть, что-то происходит с ним, с одной стороны, да? Можно сказать пару слов? Да, пожалуйста. Да, да. Значит, и вот по последнему обсуждаемому вопросу, тут как бы вот этот катарсис, так называемый, который произошел, он получился после того, что он увидел, что братья как бы сделали тут шуву. Он видел, что они покорились, они не поняли свою ошибку. И тогда он тоже как бы раскрылся. Но на самом деле у него как бы особенно, особенной шувы не должно было бы быть у Юсефа. То есть, то, что ему снились сны и то, что он их рассказывает, там ничего плохого нет. Если маленький мальчик ему снится, он рассказывает. В чем проблема? То, что они его ненавидели из этих снов, это совершенно другая ситуация. То есть, он ничего не придумал, он ничего плохого не делал, да? Он не навязывал никому свои сны, он просто рассказал то, что есть, и все. Значит, в этом смысле у него нет как бы таких проблем, как есть у его братьев. Теперь вопрос вот в этой логике. У меня действительно тут есть какая-то проблема. Я что-то не пойму, значит, вот этот мидраж импората, значит, или я его не понял. Как это решает проблему? То есть, с одной стороны, действительно, братья виноваты. Они совершили, на самом деле, преступление. Совершенно очевидно, да? Но они делают шву, да. И он говорит, да, это, то есть, в настоящее время, когда уже ясно было, к чему это все привело, это можно понимать только как их успокоение, но не как оправдание. То есть, они виноваты, они совершили преступление. Он их, так сказать, значит, пытается загладить их. Вот он понимает, что они что-то сделали. Они теперь... Есть проблема в том, что они сделали тут шву, да? Вот. Но теперь о замыслах Всевышнего. То есть, если это все было именно так и замысленно, да? То есть, если так это понимаете, если я правильно понимаю, то есть, нет никакой свободы и воли, и ни о каком раскаянии не может быть и речи, да? То есть, о никаком, как сказать... То есть, цель нравственно заключается в том, что цель не оправдывает средства. Всевышний не мог использовать такое средство, чтобы добиться этой цели. Мы не можем подозревать, что он безнравственен, да? Значит, из этого следует, что здесь есть то, что, как я так думаю, да? Может быть, я не знаю, может, это то же самое, что здесь есть определенная игра, игра, как бы, сил, да? С одной стороны, ЖГШ против, то есть, есть общий план, есть общий план, то есть, он Всевышнему известен, что они должны будут пробыть в другой стране и потом вернуться с народом, с достоянием большим. Но как это будет, и кто это будет, и когда это будет, на это, как бы, есть определенная свобода, то есть, есть свобода действий, то есть, это могло быть совершенно другим путем. То, что это случилось не так. Да, ну, собственно, это нам пора договорить. Да, то есть, здесь не то, что праведник, он делает праведные дела, а здесь, как бы, можно так сказать, что происходит какой-то процесс. То есть, допустим, вот то, что вначале вы сказали, что вот, если у человека желание идти праведным путем, то это в его воле. Если у него же есть желание идти плохим путем, это тоже в его воле. Но здесь следует, мне кажется, вот просто, может быть, это как-то глубже, может быть, понять, я так считаю, что когда праведник хочет идти хорошим путем, то есть, он не всегда знает, как это делать, он может ошибаться, и тогда Всевышний его поправляет, да, то есть, он ему дает какие-то знаки, он его испытывает, он ему, и это получается из этого хороший путем. И когда, значит, злой человек хочет идти злым путем, то тоже, в общем-то, он получает какие-то определенные наказания, потому что сказано, что не смерти грешника хочет Всевышний, он хочет этой шувы, он хочет, чтобы он… То есть, здесь получается диалог, постоянный диалог с Всевышним, то есть, действия и намерения, из этого всего откладываются конкретные результаты. Таким образом, это получилось и здесь. То есть, то, что он их оправдывает, это не значит, что так Всевышний задумал. Могло быть совершенно по-другому. То есть, мы должны допустить это, иначе получается этический… Ну, да. Но это то, что Фоман Парад говорил, но я, может быть, хочу добавить, это довольно часто упоминается, но Ханан Парад не упоминал, но, может быть, это закроет некоторые вопросы, некоторый круг завершит. В принципе, именно в отношении вот этой фразы, ну, и в отношении, так сказать, многих других вещей, есть некий принцип такой, что когда человек раскаивается, когда он делает джу, говорится, что как бы не только ему прощают прегрешения, но они уже, они становятся как бы заслугами даже. Как это вообще понять? В конечном итоге получается так, что человек сделал уже какие-то грехи, он убил, он ограбил, он принес много зла ближним. Это уже никак не исправишь, это уже никак не изменишь. Но если он искренне раскаивался, Всевышний поворачивает весь мир, всю систему связи, все события так, что все, что он сделал раньше намерения, по ошибке, все злые дела, которые он совершил, в конечном итоге обернулся к добру. То есть он так управляет миром, что, возможно, когда человек раскаивается, все, что он делал даже плохого, в конечном итоге сыграет на добру. И это не в силах человека, но в силах Всевышнего повернуть таким образом. И так вот надо, я вот слышала много раз, что так можно понимать слова из этого. Поскольку они раскаивались, то оказывается, что весь этот процесс, он может быть тяжелый, он может быть был травматический, он может быть принес много горя там Есефу, его отцу. Но в конечном итоге все это привело к реализации божественного плана. И, соответственно, вся история пошла по правильному пути. Поскольку они раскачиваются. Окей. Я хотел спросить. Вот была идея провести, осталось, по-моему, немного времени, общее обсуждение на тему, была предложена некая эта тема. А именно, как бы, ну, может быть, заключая, заканчивая, резюмируя, да, вот наше обсуждение в течение последних нескольких встреч, истории Есефа и, как бы, его братьев, было желание обсудить такой вопрос, который можно заглавить. Путь Есефа и путь Иуды в исправлении мира. Народ хочет это обсудить. У кого-то есть что-то сказать. Андрей, Гриша, это был ваш позыв, вообще-то, ребят. Ну, у меня-то это не было так глубоко. Ну, ты поверенно скажи, нам ничего, нам подойдет. Просто, поскольку уже эта точка зрения известна, и во многих лекциях мы ее слышали, что это два разных принципиальных пути, что Иосиф хотел реформировать Египет в духовном плане, вот, я как-то задумался, а откуда, собственно, про Иосифа это следует. Всего-навсего провел экономическую реформу, так сказать, но предложил фараону вариант, как попутно укрепить его власть, всех сделать более зависимыми от него. Но при чем здесь духовность-то? Ничего такого особенного, просто менеджер. Окей. Андрей, у тебя есть что-то сказать по этому поводу? Ну, при чем здесь духовность? Мне кажется, это принципиальный момент, который вообще прослеживается по всей Торе, что для нас духовность – это вот что-то духовное. Но для Всевышнего духовность – это как раз исправление мира, потому что для нас духовные миры, там все Всевышний так же далек, как от него вот эта земля. Поэтому он заинтересован в таких своих служителях, которые будут заниматься конкретно материальными вещами, то есть устройством справедливого общества и так далее. И вот это мы видим, я не знаю, с самого начала, например, Кайны Хевель. Хевель, который изначально выбирает там простой путь. Если Ашем проклял землю, то я и не буду заниматься землей. Я буду там созерцать облака. И он не разговаривает с Ашем вообще ни одним словом. Он даже не приносит жертву. А Ашем все время говорит с Кайном, потому что Кайн выбрал путь земледелия. И дальше вот эта тема постоянно прослеживается, что праотцы, они были, опять же, пастухами. То есть вот этот путь созерцательный, духовный, направление взгляда на небо. И он их постепенно ведет к земледелию, то есть к исправлению материального мира. То есть политика вот этого там, все, что для нас не ассоциируется с духовностью. Та же тема была у разведчиков. То есть они увидели, что это земля, пожирающая живущих на ней. То есть вот это материя. И поэтому они испугались, потому что они шли в облаках славы. А им как раз нужно было заниматься вот этим. Ну и чем все закончилось? Тем, что духовность в иудаизме, она представляет собой, сделай правильную суку, посчитай, как это все, ци-ци, тфилин. То есть вот это все должен постоянно еврей быть сконцентрирован на материальных вещах. То есть он должен смотреть вниз, потому что он находится наверху. То есть вот это, мне кажется, Всевышний и требует от еврея исправления грубой материи. Я бы так сказал. Вопрос на засыпку, в данном случае, в которой я не знаю ответа, и у меня оно все время, оно меня досаждает, эта мысль. Так это я все как бы согласна совершенно с Андреем. Но реформа, которую Юсеф провел в Египте, она связалась с тому, что все египтяне как бы попали в рабство, государство, скажем так, фараоны. То есть они потеряли частную собственность на средства производства на землю. То есть он там ввел социализм, скажем так. И почему он думал, что это… Вот действительно у меня нет на это ответа. Он думал, что это приведет Египет к большей духовности? У него были свои сны, да, утопии. Возможно, там он… Он хотел утопию, да, ты думаешь? Наверное. Да, это был человек, ведомый снами. Это был вот такой утопист. Когда ему дали власть, он стал их осуществлять, экспериментировать и так далее. Ну, получилось то, что получилось. Нет, на самом деле, конечно, может быть, в идеале это совсем неплохо, но с одним числом мы понимаем, что еще время не пришло. То есть каждый раз это… Люди пытаются заново снова эту утопию. Смотрите, я так думаю, что он так же, как и все братья, знал замысли Всевышнего о том, что было сказано Аврааму. То есть я не думаю, что он как человек, так сказать, верующий и так далее, и который, так сказать, близок Всевышнему, что он мог что-то изменить. Это очень немножко странно. То есть это как бы, может быть, попытка как-то оправдать. Вот то, что, значит, когда-то Амир Левин говорил, что какие-то идеи пытаются их, так сказать, привязать к тексту. То есть некоторая такая аллюзия. Я не знаю, конечно, я насчет этого не могу спорить, ничего не могу говорить. Но в конце концов он должен был знать это все. То есть он мог не знать, как это будет и когда это будет, но то, что он может вдруг изменить божественный план, это, конечно, вряд ли, мне кажется, такое может быть. Не знаю. Нет, никто не говорит, что он хотел изменить божественный план. Говорим мы о том, что он хотел повлиять на Египет в позитивном. Он хотел изменить народ, вместо евреев, вместо страны как бы. Не-не-не, не вместо, на оборот. От каждого. Мы говорили, может быть, это у вас не было, я не помню. Чем отличается идея Игуды от идеи Игуда? Игуда в очень общем плане говорит, мы должны построить здесь, в земле Израиля, идеальное общество, и здесь все другие народы посмотрят на нас, скажут, ой, какое классное отношение, какие замечательные народы, мы тоже хотим быть такими же, и тоже исправить свои дела, и станут тоже хорошими. Это Игуда. А Египет говорит, давайте пойдем к другим народам и будем их исправлять изнутри. Это идея, которая... Это не может быть, потому что открыт был, идея Всевышнего была открыта Аврааму, и они все это знали, то есть это уже невозможно ни то, ни другое. Нет, таким образом, таким образом Авраам, вот то, что Бог сказал Аврааму, и благословаться в тебе все народы земли, каким образом это нужно делать? Да, они все это стали, действительно, они должны нести свет другим народам, быть орлы-гвы, да, свет другим народам. Но каким образом? Два варианта. Либо в Галуте. И многие до сегодняшнего дня считают, что это очень важно, жить в Галуте, влиять на другие народы, ну, там, среди них, что-то они смотрят, какие евреи хорошие, и будут тоже улучшаться. То есть этот свет, который мы несем, мы будем внести там, вот в Америке, в России, в Египте и так далее. Это один вариант. А второй вариант, мы этот свет будем внести из земли Израиля, вот здесь построим идеальное общество. Я понимаю, что вы говорите, но мне кажется, что все это как бы некие аллюзии на все это. То есть это, ничего такого в Торе нет. То есть есть в Торе совершенно другое. Ну, конечно, это не пша. Но об этом говорит Раф Кук, и об этом говорит Манитуб. Он говорит, что есть две среди. И на самом деле, то, как себе говорил, Юсеф в Египте, он как бы замекает на то, что он хочет там сделать что-то такое, преобразовать в Египте. Я не знаю, я, честно говоря, у меня, я не вижу. Я считаю, что все это какое-то то, что и Полонский делает, и мне кажется, что это ошибочный путь. То есть никаких действий не должно быть. Надо строить, так сказать, на чужой короворот не задевая, свой затевать. То есть... Нет, подожди, подожди. Мы же сейчас не говорим, какой из этих путей правильный. На самом деле, как бы, в конечном итоге мы видим, что все-таки все пришло к тому, что построено государство Израиль, что влияние на все другие народы, когда есть государство Израиль, гораздо больше, чем когда евреи рассеяны в Галути. То есть как бы идея Ихуды, она превалирует, да? Правда же? Поэтому в этом смысле... Я, честно говоря, не очень-то уверен, потому что когда ставится вопрос быть как все, и начинается, скажите, что какое-то подражание и все... Ну, при чем здесь это, ну, Эмиль? Я не говорю... Я так скажу. Я с другой стороны немножко подойду. Я считаю, что вот если говорить на вопрос, который задан Натан, то есть Йосеф и Давид, Йосеф и Йуда. Йосеф и Йуда. Ага, Йуда. А шея бэм Йосефу, а шея бэм Йуда. То, что мы видим, сказать, и вообще в том, как работает это проведение, то есть как Севышний делает, мы видим, что есть, с одной стороны, есть избранные, да, вот как Йосеф и как еврейский народ. Это, мне кажется, есть тут какая-то параллель, да? И есть те, кто делают исправление и признают эту избранность и делают шуву. Вот. И в этом, мне кажется, и об этом как бы вся та, и его класса никакой. Да, но мы сейчас умеем, извините, но возможно, но смотрите, это совсем другая тема просто. Вы, наверное, правы, но мы просто сейчас хотели обсудить конкретный вопрос. Если вы в принципе не согласны с такой постановкой вопроса, что есть путь Йуды и путь Йосефа, тогда как бы нечего тут сказать. Можно я заострю, имя секунду, можно я немножко заострю, можно я заострю этот вопрос, да, сделав его как бы более приближенной к актуальности. Вот такая же жесткая постановка вопроса. Мне кажется, мне кажется, что все свидетельства отдаленного времени, а уж тем более нового и новейшего времени, они же очевидно доказывают или показывают, что вмешательство, сейчас не говорю всех, это другой вопрос, конкретно евреев, вмешательство евреев и попытки евреев изменить или повлиять на судьбу для других народов, они кончаются катастрофой. Катастрофа из большой буквы, это катастрофа просто европейского еврейства. И самим этим народом, самим этим народом, да, я же не хочу раскрывать эту тему, но просто как бы обозначаю, да, колоссальное количество относительно евреев, которые участвовали в наказательной системе Сталина, ГУЛАГа там и прочего, не показывают, это их чудовищная роль совершенно. Они, грубо говоря, занимаются не своими делами, они делают плохо этому народу, и эти народы, эти народы, они потом, потом это не снимает с них, конечно, вины, но евреи за это платят огромную цену. Поэтому сейчас последняя фраза и все, да, поэтому теоретически роль вот Йосефа там, пятое, десятое, вообще может быть, но так как это кончилось в Египте, да, просто попытка уничтожения тотального, точно так же мы это видели как бы в 20 веке, однозначно, совершенно. Вы сказали то же самое, что я говорю, да, я бы еще больше связался с актуалей, еще более конкретно, то есть, если я говорю, что должны быть избранные и должны те, кто делают шву и признают этих избранных, то мы можем просто посмотреть на сегодняшнюю нашу ситуацию и мы это очень хорошо видим, то есть, есть один человек, который не признает, что он избран, что я считаю, что я заменимый и так далее, и так далее. Есть человек избранный, есть, которого я бы сравнил с Йосефом, и есть еврея, иудим, который, или адод, это иуда, это который должен быть благодарен хотя бы, по крайней мере, за то, что человек уже сделал, да, и сделать свою шву и прийти к этому единству, о котором, которое мы видим здесь. И мы этого у нас не видим, то есть, здесь есть, как бы, такое вот, какое-то антагонистическая такая вот ситуация, когда не хотят признавать избранность, то есть, кажется, что вот современный либераризм говорит о том, что есть, неважно что, надо вводить корректность, все, нет никаких избранных, вот, все это, так сказать, стараются смешать, это все, китайский мат такой сделать. Это проблема, понимаете, это действительно очень серьезная, я понимаю, насколько трудно человеку признать какого-то другого человека, но в этом есть, как бы, очень важное испытание, мне кажется, да, то есть, признать в ком-то, что у него есть какие-то способности и силы, и что он призван что-то сделать и подчиниться этому, да, то есть, найти свое место в этой ситуации, понимаете, они все... Андрей хотел что-то сказать. Да, пожалуйста. Да, Эмиль, спасибо. У нас есть план, озвученный Творцом во время союза между рассеченных частей, да, спуститься и подняться, вот, и без одного и без другого никак невозможно, то есть, Иуда, он никак не хочет спускаться в Египет, да, его туда приходится заманивать, там, голодом, потом, значит, то, что Шимона забрали, потом Беньямина приведи, он такой человек, да, то есть, его задача подниматься, там, благодарить, да, вот, как говорит Эмиль, вот, Юсеф, его туда затягивают, и он не хочет, собственно, подниматься, да, он там живет, у него все хорошо, он там перемещает эти народы, там, туда-сюда, там, собирает зерно и так далее, поэтому нам нужны именно вот эти два архетипа, да, и они вот соединиться, они могут только, как вот во вторе нашей они соединились, а пока что это вот два необходимых элемента, без которых вот план как раз будет не выполнен. Ну, смотри, про Египет это понятен, но про актуалью, про актуалью, да, вот я, как бы вопрос такой, жесткий говорю, а вот участие евреев в российской революции, да, и вообще потом продолжение, оно было такое же обязательное, как участие евреев, как бы в спускании в Египет, это тоже часть божественного плана. Анатон, а если взять среднее такое, допустим, классическую фигуру, средневековая, умный еврей-министр при каком-нибудь герцоге или при султане, постоянно, вот, и все это ведь очень неоднозначно, с одной стороны, вроде бы попытка вмешательства в чужие дела, с другой стороны, они спасали от резни целые общины, вот, с третьей стороны, казнили и сканили. Наверное, не знаю, но с другой стороны, смотри, вот, у меня все время, как бы, в ушах, или там, в голове, вот, лекция, если ты слушал выступление Бориса Мавцира, когда мы катастрофу обсуждали, да, и он, как человек, как бы, ну, можно сказать, нерелигиозный, да, который не оперирует материями, которые мы оперируем, за ночь в каждодневной жизни, да, вот, он просто фактаж давал на уровне своего изучения, он сказал совершенно вещь, которую, вот, я ее не забуду, наверное, никогда, он сказал, что причина катастрофы, да, это не христианство, по которому там накручивали, это там нижество, я не знаю, двухтысячелетнее желание уничтожить, он говорил, очень просто, евреи были, они, как бы, были в безвыходной ситуации, потому что они были, с одной стороны, с одной стороны, в глазах, да, населения, они были представителем, то, что называется, капитализм хазери, то есть, свинского капитализма, да, власти денег, и порабощения, и кабалы, и это все благодаря, естественно, или, наоборот, тому неестественному совершенно занятию евреями, позиций в банках, и пятая, и десятая, в той же самой Германии, и в Европе, а с другой стороны, в грозах другого населения, да, они были представители большевиков, социализма, и пятая, и десятая, понимаешь, и вот это вот с двух сторон точно так же, и вот это была ненависть, и оттуда, и отсюда это ненависть, хотя, наверное, те же евреи, как Ротшильды, понимаешь, которые создали там банковскую систему, и пятая, и десятая, да? Ну, тогда получается, что и Фрамбову не надо было занимать высокую должность, а поехать в Палестину, что-то узнать, не знаю, но про Банку тяжело говорить, вам тяжело говорить. Вы говорили голод в Египте, и голод, который был у нас, так сказать, при России, тут как бы есть какая-то некоторая, то есть это похоже все, я с этим согласен, но разница в том, что если мы ориентиры используем, если мы говорим о таре, как бы нашем, так сказать, где все это воплощено, то мы видим такие вещи, то есть, вот этот первый голод египетский, он как бы был предсказан Всевышним, он тоже входит в этот же архетип, я согласен, что это то же самое все как бы, но с другой стороны, когда Тара заканчивается, она говорит, вот вы разжиреете и все, и будете, вас разгонят, и вы будете зрели, это уже другой голод, это голод, когда что-то не выполняет, когда грешат, когда делают не то, что нужно, то есть это какой-то вынужденный голод, хотя он как бы похож, то есть я хочу сказать, что если первый голод, там была какая-то необходимость, очевидно, в творении, и в сотворении мира, то вот этот голод, он уже как бы на нас лежит, это уже история, то есть мы можем его не допустить. Но надо сказать, я думаю, что, с точки зрения философии и многих комментариев, голод тоже был необходим. Конечно, фактически, евреи ушли туда в качестве наказания, но с точки зрения общего божественного клада, безусловно, голод все равно был необходим, и это во многих медражах, комментариях отражается, например, говорят, почему Муше, одно из объяснений, почему Муше не мог платить землю Израиля, потому что, если бы Муше вошел все время в землю Израиля, Муше это, знаете, вечность, победа и что такое, то тогда бы никогда не было Галута, а Галут, он был в божественных планах. То есть божественные планы очень сложные, с одной стороны, так складывается вещь, что братья согрешили, и в результате греха попали в Египет, складывается так, что евреи грешили, из-за этого был разрушен храм, они ушли в изнании, и второй храм, то же самое, а с другой стороны, это часть божественного плана. И нельзя сказать, что это только наказание. Нельзя сказать, если это необходимо. Потому что он не хочет только наказывать, он хочет исправление мира. То есть это часть божественного плана и исправление мира. И сейчас, может быть, опять Галут Казвы Халила, и вы скажете, что он тоже необходим. Да, конечно. Нет, это так невозможно, тогда никакого исправления не будет. То есть надо понять ошибку, что... Это, конечно, безусловно. Это два совершенно разных плана. Вы совершенно правы, конечно. Поэтому говорят, что уже больше Галута не будет, потому что уже евреи как бы осознали свою... Ну, это вопрос такой. Осознали, будем считать, осознали. Конечно, мы ушли в Галут как наказание, с тем, чтобы исправиться самим. И с другой стороны, чтобы как-то повлиять на мир. Может быть, это влияние Галуте не заметно. Может быть, нам кажется, что мы ничего совершенно там не принесли другим народам кроме несчастья и другим народам несчастья. Но, тем не менее, где-то там, в таких областях, которых мы не очень видим и не очень понимаем, мы повлияли на мир и будучи в Галуте. И это было во многих смыслах необходимо. Кто-то управляет историей, что происходит не случайно. Во всем случае, мне представляется, что и Галут, так же, как Галут египетская, которым Бог возвещает Авраам, что он необходим. Почему необходим? Окей. Мы можем подвести черту резюме. Окей. Я думаю, что у нас было интересное обсуждение. Я надеюсь, что в следующие разы и другие тоже примут. Ухватит тебе чуть-чуть. И кошка тоже примет дополнительное участие. Еще раз, мы не ставим перед собой целью дать ответы на все вопросы и спрашивать и отвечаем. Это не наша цель. Наша цель, мне кажется, провести или проводить какие-то разумные, по возможности, глубокие обсуждения, которые каждый потом додумывает и рассказывает. Нам сейчас просто обсуждать божественные планы Иосефа, братья, потому что все как бы бодиават. Бодиават все становится гораздо проще. А вот в настоящее время, жилья настоящей жизнью, когда мы не знаем сто процентов и даже на пятьдесят процентов, что правильно, что неправильно, куда действовать, вот в этом смысл нашего обсуждения, чтобы как бы помочь нам что-то такое обмозговать и главное действовать в правильном направлении. Окей. Программа партии. Тов. Господа и дамы, всем спасибо тех, кого мы не встретимся. Я поздравляю с наступающим, как вы понимаете, у нас есть свои формулировки, новым финансовым годом, никто не отменял. Окей. Всем счастья, здоровья. Что-что? Новый год и осенний Новый год. Окей. Бесадаргамур. Чем больше праздников, тем лучше. Всем счастливо и до свидания. Пока. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. Всего здоровья. Будьте здоровы. Счастливо. До свидания. Пока.